Мы сегодня отмечаем свой день рождения. Нам исполнился один год. Выступают сегодня наши слушатели, наши партнеры. Уже выступили представители учреждения дополнительного образования детей. Аванпост, Вероника, школа социального танца Гранде. А это Сергей Ломагин и его коллеги, его товарищи, которые организуют у нас зимний бардовский фестиваль, фестиваль авторской песни. Радио Победы. Конечно, ассоциация самая прямая, она у всех возникает. И мы этого не скрываем в нашей эмплеме, что это 9 мая, это праздник Победы, в Великой Отечественной войне, в самой страшной войне за всю историю человечества. И это колоссальное, грандиозное явление в истории человечества, которое проявило как высоты человеческого духа невероятные, так и низость его чудовищную, звериную, нечеловеческую. И по страданиям, по жертвам ничего подобного не было. Поэтому мы будем оплакивать еще десятилетия, десятилетия вперед, может быть, сто лет и так далее. Никогда не изгладится из памяти людей. Это война и победа в этой войне нашего народа. Вот поэтому мы назвали это наше радио, радио Победы. Но Победа это не только искусство о смерти, о страданиях. Это Победа жизни, Победа светлого. И это все есть на нашей радиостанции. Победа жизни, будущего, любви, весны, всего-всего, что дает жизнь. Сказать ветеранам я просто склоняюсь перед ними всегда. И когда я слышу их рассказы о том, как они воевали, что они там, что ему пришлось, довелось претерпеть в 18 лет, в 20 лет, у меня это в голове никак не укладывается. Я не понимаю, как они все это могли сделать, не понимаю. Поэтому я плачу всегда и низко склоняюсь перед ними. Спасибо вам, дорогие. Долгих вам лет. Спасибо.